Друзья, приветствую всех своих подписчиков, зрителей. Сегодня случилось небольшое несчастье, если можно так сказать. Дело в том, что вышел из строя ноутбук, которым я работал на протяжении 5 лет. Но, к счастью, есть в резерве еще два компьютера. Это ноутбук и персональный компьютер. Хорошо то, что удалось сохранить информацию. Жесткий диск не был поврежден. И вот купил такой SATA-переход, с помощью которого стыкуется жесткий диск ноутбука к второму ноутбуку. Но тема сегодня про другое, про освещение. Но поскольку Новый год и захотелось что-то новое сделать, решил купить небольшой светильник, про который я еще сделаю обзор наверняка, если кто пожелает. Ну, в общем, сейчас покажу. Блин, упало все это дело. Вот так будет, думаю, лучше видно. Это светодиодная линейка. Сейчас на нем светодиоды горят. Один метр тут, в принципе, длина. Четыре независимые палочки питаются от 12 вольт. Вот так все это дело выглядит. Вот так. Ну, с ограничительными резисторами. Каждые три светодиода подключены последовательно. Потом они все запараллельны по блокам. То есть можно вот в этих местах сделать, ну, разрезать линеечки по три светодиода. И использовать, скажем, в автомобиле или питать от блока питания. Ну, я буду питать от 12-ти вольтового блока. Потребление тут где-то 4 ампер. При 12 вольт мощность блока, ну, с учетом КПД, ну, будет в районе 30-40 ватт. В принципе, мощность линейки, вернее, этой всей конструкции составляет 40 ватт. Оттенок тепло-белый, поскольку мне так больше нравится. Так, на данный момент будем делать тест через блок питания. Сейчас мы выставим потихоньку на блоке где-то 12 вольт. Ток сделаем минимальный. В районе 10 мА. Например, выключить свет в доме, чтобы вы смогли, вернее, посмотреть, как все это делать. Ну, у меня есть небольшая-небольшая вспышка от камеры. Ну, вот тут у нас светильник. В принципе, и давайте увеличивать яркость. Точнее, ток. Не боясь, все это дело можно подключить к мощному блоку питания, поскольку тут уже предусмотрены ограничивающие резисторы. И именно поэтому взял вот этот светильник, а не другой. Хотя выбор был большой. Так, так. Максимальная яркость от питания 12,12 вольт. Вот так все это дело сейчас освещает дом. Видите, что несмотря на то, что тепло-белый оттенок имеет светодиоды, ну, какой-то холодно-белый получается освещение. Это хорошо, должен заметить. Довольно интересно все это дело выглядит. Блин, вот все это дело так смотрится. Ну, давайте посмотрим на данные мультиметра. Потребление 4 А от 12,8 вольт. Ну, от... Если 4 А, 4,10, 4,11, ну, чуть-чуть плавает, в зависимости от температуры нагрева светодиодов. Ну, давайте опять... Они не перегреваются, кстати. Очень интересно. Не перегревается. А тут мощность довольно высокая. 12,8 на 13 умножить на 4 и получаем мощность. С учетом... Ну, без учета КПД, конечно же. Давайте включим свет в доме. Смотрите, ничего не изменилось, блин. Вот так, с освещением. Вот оно. Кстати, насчет освещения. Смотрите, снимается... Ну, камера передает все точно так, как со светодиодами. Я разницы особо не вижу со включенным вот осветительным прибором и без. На счет осветительного прибора на данный момент, смотрим, у нас 2 энергосберегалки. Раньше все это дело было светодиодным, но выкинул, поскольку китайские прожекторы прослужили недолго. Так, ну... Думаю, все это дело... А, насчет энергосберегалок. У меня 2 штуки на данный момент висят по 50 ватт. То есть, 100 ватт эконом-лампочки. А вот эта штука на 40 ватт и дает тоже даже больше освещения, чем 2 энергосберегалки. И вы наверняка все это видели только что. Буду делать еще один видеоролик, как вот такой светильник. Давайте скинем яркость, а то уже колят глаза. Это и есть недостаток таких светильников. Но можно, конечно же, матовым стеклом прикрыть и так далее. Не будет сильно мешать, думаю. Насчет нагрева. Да, уже вот сейчас чувствуется нагрев. Давайте вырубим его мы. Ну, нагрев не страшный, то есть он может без проблем долго. Время работать. Но все-таки с учетом 40 ваттной мощности. Кстати, радует также то, что вот смотрите, тут где-то 2 миллиметра наверняка будет. То ли миллиметровый алюминий. В качестве теплоотвода. Но, конечно же, это не реальный теплоотвод. Просто для того, чтобы удобно было стыковать. То есть, наилучшей теплоотдачи. Буду использовать нормальный теплоотвод. Ну, в виде алюминиевой пластинки, скорее всего. Длина, как уже указал, составляет 1 метр. А насчет светодиодов. Кстати, это не максимум, что могут дать такие светодиоды. Тут пол-ваттные светодиоды стоят на самом деле. То есть, если считать их количество, К сожалению, я не могу сказать, какое тут количество светодиодов. Поскольку только что пришел домой и еще не посчитал их. Напряжение питания. Резисторы, кстати, ограничительные. Думаю, все видят. Их маркировка сейчас будет видна. 390. То есть, 39 Ом. Мощность, думаю, 0,25 Вт. Хотя, СМД-резисторы могут иметь и большую мощность. Смотрите, как красиво все это дело выглядит. Вот тут контактные площадки идут. Плюс-минус там, где написано. То есть, можете отдельно одну линейку поломать. Три светодиода и подключить в автомобиле. Довольно яркий свет он обеспечивает. Друзья, на этом все. Если есть желание, я поясню подробный процесс. Как я из этой линейки, этих линейок, вернее, их четыре отдельные. Буду делать светодиодный светильник. Вот тут у нас контактные площадки. Довольно толстые проводки идут. Идут на счет ценовой категории. Цена такой, одной такой линейки, да, с длиной в один метр. Где-то, где-то сейчас скажу, ну, 200 рублей, в принципе. 250, думаю, до 300. Ну, в общем, за все это дело я заплатил где-то, ну, чуть меньше 20 долларов. 18 долларов где-то это дело стоит. Ну, а так, в качестве освещения, думаю, отличный вариант. Почему я выбрал этот светильник, именно эту разновидность линейки для освещения, как стыковать с блоком питания, как подобрать блок и так далее. Все это будет рассмотрено в другом видеоролике, если, конечно же, вы пожелаете. Поэтому оставляйте свои лайки под данным видеороликом и засниму продолжение этой темы. А пока, друзья, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Не забывайте подписаться на канал. С вами, как всегда, был АК Касьян. Пока.